Я вас всех приветствую, дорогие друзья, на связи GrimOptimist. И сегодня у нас будет очень интересная и актуальная тема для разговора. Я, правда, всегда так говорю, но, согласитесь, обычно оно так и бывает. И сегодня, кроме того, реально у нас тема особенная, потому что ее поднимают игроки очень часто. Еще, наверное, лет 5-6 назад впервые это началось и по-прежнему не утихает. Даже в моем последнем ролике, где я подробно разбирал проблему турбо-боев и проводил некие исследования, кто, кстати, пропустил ролик, обязательно посмотрите, да, его. И даже там в комментариях очень многие писали, что, мол, все это из-за ботов, потому что их много, они постоянно сливаются там в первые 30-40 секунд, и за них как бы турбачи и случаются. И на стримах часто мне пишут, что ботов в игре много и даже в личку несколько человек написали. Короче, ребят, сегодня реально есть что обсудить. Не забывайте в комментариях написать свое мнение по сегодняшней теме. Это действительно будет очень интересно почитать. Также поддержите ролик лайком, потому что тема, согласитесь, ну такая спорная, горячая. Не каждый ее захочет поднимать. Ну и, конечно же, друзья, заглядывайте в Телеграм. Ссылочка на него в описании под видео. Кстати, если вы любите игры так же, как и я, то наверняка уже слышали о сервисе цифровых товаров Дифмарк. Он очень хорошо зарекомендовал себя среди моих подписчиков. И вот прямо сейчас у них проходит ребрендинг. И для пользователей из России и Белоруссии сайт теперь называется caseforgamers.com. Но это тот же самый старый, добрый, надежный Дифмарк, где, как вы сами хорошо знаете, можно приобрести игры практически для любых существующих платформ. А еще, что очень удобно, можно просто пополнить счет в своем Steam, Xbox, PlayStation или, например, в Nintendo, iTunes или даже Amazon. Все это можно найти у них на сайте в разделе «Карта пополнения». Там можно приобрести игровую валюту и разный софт от Windows до антивирусов. И самое важное, что все это можно купить с помощью способов оплаты, доступных на территории Российской Федерации. От банковских карт до системы Kiwi. А еще это очень выгодно, потому что специально для моих зрителей есть приятный бонус. Скидка в 10% по промокоду GRIM. Переходи в описании под видео. Там ты найдешь как ссылочку на Case for Gamers, так и мой промокод. Удачи и приятных покупок. Итак, погнали. Значит, впервые вообще про ботов заговорили еще, наверное, лет 10 назад. Я помню, что Джофф делал скандальный ролик, что, значит, в игре очень много ботов. Потом к этому присоединился Муразор. И они подняли довольно жесткую бучу. Правда, тема ботов там немножко отличалась от сегодняшней. Потому что разговор шел именно об использовании ботов игроками. Для того, чтобы прокачивать аккаунт и все такое, тогда еще не банили за это. Это было реально давно. И многие этим злоупотребляли. Но в тот момент я помню, что они провели стрим с разработчиками, где им ответили на все вопросы. И, кстати, была довольно интересная там точка зрения, что такие вот разговоры, вот, по крайней мере, в то время о ботах, они только увеличивают эту проблему. Потому что многие начинают также задумываться, а не использовать ли мне бота. Для того, чтобы, значит, прокачаться побольше, серебра пофармить. И да, действительно, ребята, это очень спорная вещь. То есть, с одной стороны, ты обращаешь внимание на проблему общественности. Но поскольку нету механизма борьбы с этой проблемой, да, ну, практически тогда не было этого механизма. Эта проблема еще больше усугубляется. Потому что, как бы, вот такие ролики выступают, как бы, в роли рекламы именно, да. Сейчас ситуация другая. То есть, напоминаю, что использовать ботов нельзя. То есть, за это вам просто заблокируют аккаунт. Сначала на неделю, потом навсегда. Поэтому я никому не советую так делать. Тем более, сейчас и смысла-то в этом нет. Потому что есть и бусты, и есть клановые бусты. Есть, там, куча премиумных танков. В том числе, забоны. Куча всяких там было марафонов. В общем, как бы, с кредитами особо нету сейчас у людей каких-то проблем. По крайней мере, у опытных игроков. И с прокачкой техники тоже нету никаких сложностей. Потому что есть чертежи. Свободный опыт падает в огромных количествах. И вообще, как бы, все намного проще стало в этом плане. Но до сих пор, к сожалению, некоторые люди используют ботов. Но, понимаете, как бы, вот сейчас все разговоры именно про ботов, они ведутся уже не с этой точки зрения. Что, типа, игроки их используют. Есть такая гипотеза, что, мол, сами разработчики внедряют в игру ботов. Для того, чтобы увеличить онлайн. Да, и для того, чтобы циферка была побольше. И, дескать, этих ботов чуть ли не большинство вообще из всех, как бы, играющих аккаунтов. То есть, как будто бы игроков меньше, чем искусственного интеллекта. Назовем это так, да. И действительно, ребят, вот кто-то из вас может сейчас покрутить пальцем у виска, но это очень популярная точка зрения. Огромное количество людей, которые так искренне считают. Почему так произошло? Значит, первый момент, это отключение общего чата. Если вдруг, мало ли кто подзабыл, раньше в танках можно было общаться с противником. То есть, можно было в чат написать, типа, «Хей, мы вас сейчас вынесем». Тебе в ответ что-нибудь писали, что «Сейчас тебя самого нагнем». Еще арта тебе напишет, вражеская, что «Я тебя запомнил». Как бы, да, готовься, в этом бою будет весело тебе. Ну и так далее. То есть, там, по ходу боя начинались какие-то перепалки. Ближе к концу иногда некоторые люди подставляли свою команду, писали, где находятся, например, их союзники. Это, кстати, строго запрещено было, но все равно некоторые так и делали. Было много срачей по самым разным поводам. В том числе, к сожалению, как бы, и все это иногда переходило вообще какие-либо рамки разумного. И в один момент разработчики решили вообще убрать чат с противником. Вроде как, основной причиной называлась именно вот эта вот ситуация с сливом своей тимы. То есть, когда ты уже проиграл и пишешь противникам, там, например, «Мой союзник стоит в квадрате, там, А3». И, ну, это как бы жесткая подстава, повторюсь, это дико туда бесило. Ну, вроде как, это основная причина. Может быть, есть и какие-то другие. И, знаете, я заметил, что когда общий чат вот именно с противником запретили, а потом, кстати, помните, был еще момент, когда их запретили с союзниками. Правда, потом опять разрешили. Но какое-то время такое было. И вот как только противник стал обезличенным, то есть он не может тебе ничего ответить, и ты ему ничего не можешь написать, по сути, уже вражеская команда начала восприниматься абсолютно как вот какая-то серая масса игроков. То есть они, вот эти вот противники твои, они потеряли индивидуальность. Потому что никто из них не может ничего тебе сказать. Точно так же, как и ты ничего не можешь сказать им, вы друг друга не слышите по факту. И, конечно, уже этот факт, вот, да, вот этот вот шаг, вернее, будет правильно сказать, он очень сильно повлиял на восприятие вообще своих противников. Очень многим начало казаться, что против вас играют не живые люди. Вот, тогда еще и начались проблемы с онлайном в танках. То есть если когда-то онлайн там в пике достигал там миллиона, даже больше, помните, да, те времена, то со временем, конечно, онлайн начал просаживаться, что, в принципе, логично, потому что игра старая, как бы, да, аудитория у нее, ну, потихоньку уменьшается. Это факт, к сожалению. И, конечно же, тут многие начали говорить, что по ходу что-то онлайн как-то привирают разработчики. По-моему, он меньше. И, скорее всего, типа, они добавили вот этих вот ботов для того, чтобы, значит, циферка онлайна была, ну, не такая убогая. Вот, тут, правда, надо понимать, что даже онлайн в 100 тысяч человек, хотя по факту он намного больше даже сейчас и в те времена был еще значительно больше, это огромные цифры. То есть, большинство разработчиков, они мечтают о том, чтобы в их игре было 100 тысяч онлайна. Это не то, что, знаете, бизнес-план, это розовая мечта, практически сексуальная фантазия о том, что когда-то в нашей с вами игре будет такой онлайн, потому что это чудовищные цифры. Просто нам с вами может казаться по меркам танков, что 100 тысяч, например, это мало. По факту это очень много. И 200, 300 тысяч, там, 400, 500, это вообще очень-очень большие цифры. Это вот топ самой игровой индустрии по онлайну. Есть очень мало игр, которые имеют онлайн выше. Их можно по пальцам пересчитать. Поэтому для того, чтобы собрать, например, катку в онлайн-игре, совершенно необязательно иметь там 200, 300 или 500 тысяч онлайна. Я в качестве примера приведу вам такую игру, как Сурвариум. Я уж знаю толк в Сурвариуме, у меня когда-то второй канал был на нем специализирован. Я очень много в него играл. И, значит, в этой игре было очень много из танков. Например, там были уровни. Только там были не уровни танков, а как бы уровни экипировки. Например, там АКМ, по-моему, там шестой уровень был, там какой-нибудь автомат получше, седьмой. И команды балансировало тоже по уровням. Также, по-моему, с разбросом плюс-минус один или плюс-минус два, я, честно, уже не помню. То есть, по факту, балансировщик собирал две команды. По-моему, 10 на 10 они были. Или что-то типа того. Ну, не 15 на 15, но не суть важна. Я просто вам скажу так, что в Сурвариуме пиковый онлайн в самые лучшие годы был 3,5-4 тысячи. А в основном он держался в районе двух тысяч. Двух, не миллионов тысяч онлайна. И даже при этом, да, учитывая разделение по уровням, катки собирались. То есть, да, иногда приходилось подождать, может быть, минуту. Но в целом катки собирались. Это в игре, в которой две сраных тысячи онлайна. В танках в самые худшие времена, даже ночью, никогда онлайн не падал, насколько я знаю, там, ну, меньше... Я боюсь сейчас какие-то цифры говорить, но он был всегда большой. Он был всегда, как минимум, несколько десятков тысяч. Даже в самые неудачные времена, летом, там, ночью и так далее. Да, в понедельник, условно говоря. Все равно онлайн был большой. То есть, и даже при этом всегда катки собирались. Да, конечно, в танках много серверов. Это понятно. Но, тем не менее, даже при этом, да, есть сервера, например, были, где люди, к сожалению, катали подставухи, где действительно иногда дольше собирались катки. Но в массе своей все всегда хорошо с этим было. И поэтому, как бы, вот точка зрения, что ботов добавили, значит, чтобы онлайн вырос и тем самым проще было собирать катки. Эта точка зрения, она не имеет под собой, ну, по факту, никакой базы. Потому что такие большие цифры, как полмиллиона или даже там 200-300 тысяч, они не обязательны для того, чтобы собрать просто бой. Это не так сложно. И вводить для этого ботов смысла ноль. Потому что и так катки собираются. Игроков и так очень-очень много. Я думаю, с этим никто не будет спорить, что по-прежнему танки это очень популярная игра. Это факт, друзья. С этим спорить очень сложно. Кроме того, вы не забывайте, что введение ботов, оно ведь не только несет, как бы, какую-то мифическую пользу. Типа, например, циферка будет покруче выглядеть или вот катки будут проще собираться. Введение ботов, оно неминуемо за собой влечет проблемы с геймплеем. Мы с вами можем это наблюдать. Вот прямо сейчас я не люблю быть голословным. Вы знаете, я всегда стараюсь опираться на какие-то факты. Поэтому мы с вами возьмем в качестве примера вот сейчас жесткий лоу-левел, где реально иногда бывают боты. Где катки плохо собираются, потому что мало кто сейчас любит играть на вторых, третьих, первых уровнях. И там реально бывают боты. И когда вы играете против ботов, вот сразу же это заметно, во-первых. Потому что они очень специфически играют. И интерес практически падает на ноль в игре против ботов. Максимум, что вам может это дать, это вы выполните какой-нибудь сраный дейлик на 4 фрага. Премиумный дейлик. Ну, то есть каждодневная задача, это кто не в курсе. Это максимум пользы, которые вы можете получить. Потому что играть против ботов абсолютно неинтересно. Если ввести в игру ботов, сразу же интерес и вовлечение игроков падает очень сильно. Потому что боты, они тупые. Они просто, ну, вот играют не так, как люди. Они играют не так, как даже под пивковичей. Или даже не так, как те, кто под самогончик, да, шпилит. Они действуют очень специфическим образом. Их сложно с чем-то спутать. И играют они очень-очень печально. Они, конечно, вряд ли вас специально подставят, как это иногда делают игроки, да. Они никого не боятся. Они не могут вас бросить в одиночестве на фланге. Но они тупят. Очень жестко тупят. И играть против них самое главное. Что с ними, что против них, играть абсолютно неинтересно. Это я могу вам сказать с уверенностью. То есть, понимаете, если разработчики, например, в один прекрасный, в кавычках, момент, пришли к тому, что нам нужно добавить в игру, значит, ботов на всех левелах, они должны понимать, что это повлечет за собой однозначно проблемы с вовлечением игроков. И если на лоу-левеле это не так страшно, потому что лоу-левел очень быстро проходится сейчас в нынешних реалиях, там буквально за несколько боев, то если такое будет происходить постоянно и везде, это по-любому вызовет отток игроков, отток денег, соответственно, и все прочее. То есть, понимаете, минусы очень существенные. Сделать это незаметно не получится. Это заметят, что там боты. Блин, вам может это показаться странным, но есть в игре огромное количество опытных игроков, которые сразу же это выкупят. Поверьте, это пост на Вотэкспрессе появится через неделю уже, если такое реально произойдет. Это мы разобрали именно с позиции, значит, вот увеличения онлайна при помощи ботов, для того, чтобы собирались катки проще. Если же мы с вами будем говорить о мнении, что, значит, боты нужны для красивой циферки онлайна, здесь на самом деле все еще проще, потому что по факту вот эти цифры, их пишут сами разработчики, ну по факту, да, то есть они могут туда вписать все, что угодно. Зачем добавлять в игру ботов, например, если у нас, давайте вот условно сейчас, да, это просто вот из моей головы, у нас в игре, например, 200 тысяч онлайна. Мы хотим, чтобы у нас было 500, и мы добавляем туда 300 тысяч ботов. Что нам мешает вместо этого просто написать вместо 200 500? Ну просто написать. То есть, ну сделать так, чтобы показывалось по факту больше. Это будет намного проще, это намного дешевле, не надо заморачиваться, потому что немногие знают, но боты, они на самом деле вообще в принципе, они требуют определенных вычислительных мощностей, потому что бот это программа по факту, которая действует по определенным алгоритмам. Я приведу вам пример. Все знают игру Counter-Strike. Я думаю, многие играли в Counter-Strike еще там 1.6, 1.5, 1.3, обязательно напишите в комментариях, если играли. И там в те времена вот далекие еще интернета практически ни у кого не было. Играли либо в компьютерных клубах с другими, да, живыми игроками, либо по локальной сетке. Обычно тогда были сети в каждом доме, ну не в каждом, но часто такое встречалось. Вот, а были и ситуации, когда у человека нету ни возможности, значит, говорю, интернет себе подключить, ни локальной сетки. Ему же надо как-то дома там тренироваться, играть. И все играли с ботами. Я в том числе, я думаю, что практически каждый игрок того времени с этим сталкивался. И был любопытный момент, что Counter-Strike, например, с ботами гораздо более требователен к железу, особенно к процессору, чем Counter-Strike с живыми людьми. Это до сих пор, кстати, иногда можно заметить. Есть такое ответвление Ютуба, как Бомж ПК Гейминг. Типа, когда люди собирают старые компьютеры, знаете, и запускают на них вот игры тех времен. У Мэдди Мурка, например, есть как бы такие ролики. И даже вот когда он собирает какой-нибудь трэш, там, условно говоря, компьютер на одноядерном процессоре древний, там, 2004 года, заметно, что FPS в Counter-Strike с ботами намного меньше. Это я веду к тому, что если разработчики захотят ввести даже 100 тысяч ботов, вы должны понимать, что для этого требуются вычислительные мощности, потому что на компьютерах игроков это делать не получится, потому что, ну, вас 15 человек, как это вообще сделать? Это, ну, нереально. Это в сингловой игре, в которой вы запускаете, там, GTA, да, там все, по сути, боты вокруг вас бегают. Там все это делается на вашем компьютере. Делать так же на компьютере игрока не получится, то есть это надо будет делать на сервере. То есть эти боты будут работать на мощностях сервера. Соответственно, то есть если этих ботов будет чудовищное количество, это будет, ну, просто ад. То есть им придется, как минимум, финансово вкладываться в то, чтобы эти боты все работали. Это потребует экономических вливаний, и это вряд ли окупится, потому что смысла в этом никакого нет. Я допускаю, что когда-нибудь в игре могут появиться боты на всех уровнях, если ее онлайн просядет совсем на дно. Ну, то есть если, допустим, просто реально не будут собираться катки. То есть вы сидите там 10-15 минут в лобби, и не можете попасть в бой. Вот в таком случае их могут ввести, к сожалению. Такое может произойти. Или могут объединить сервера, например. Какие-то, как было, опять-таки приведу пример, да, повторюсь, я люблю опираться на факты, с игрой Warface, где объединили, насколько я знаю, все сервера. Потому что когда онлайн просел до критических отметок, стало сложно на некоторых серверах собирать себе бои. Их просто объединили в один. И все. И скорее всего в танках, например, если когда-нибудь онлайн пойдет на самое дно, то будет примерно то же самое. Ну, вероятно, я так думаю. Если же говорить о том, есть ли боты сейчас, я считаю, что боты под управлением, скажем так, компьютеров игроков есть. Их немного, но они есть. К сожалению, напоминаю, что ни в коем случае не используйте. Потому что реально заблочат вам ак и будете потом жалеть. Таких случаев полно. Мне полно людей писали, что вот я катал с ботами, меня заблокировали. Это еще вот с тех времен, когда начали блокировать вообще там за всякие там читы и все прочее. Вот, поэтому не делайте, повторюсь, так. Я осуждаю всяческое использование ботов. И вообще смысла в этом сейчас не особо-то вижу. Вот, но факт в том, что, говорю, боты со стороны игроков, скорее всего, в каком-то проценте небольшом они есть. Вряд ли это влияет существенно на бои. И турбосливы происходят по этой причине. Тем более, знаете, ни один бот, к сожалению, не играет так, как некоторые игроки, которые вас бросают в одиночестве на фланге. То есть, когда вы вместе приехали, он такой, а я назад, короче. Как у меня недавно на стриме было. И назад уехал, а я один остался. Нормально. Вот, или даже несколько человек вас могут бросить. То есть, это как бы, ну, боты так себя не ведут. Вот, поэтому боты со стороны игроков, скорее всего, есть. В небольшом количестве. Боты со стороны разработчиков, друзья, я в это не верю. Я не вижу в этом смысла просто. Понимаете, это требует, говорю, финансовых вложений. Это 100% влечет за собой проблемы определенные. И это ни хера не даст этой игре. Вот абсолютно ни с какой стороны. Ни со стороны, например, вот этого онлайна высокого. То есть, который как бы, ну, по сути, отображает, видимо, репутацию компании. Да, сколько у них людей. Ни со стороны, там, матчмейкинга какого-то. Это просто не нужно. Вот на данном этапе, скажем так, существования танков, боты от разработчиков, от ВГ или от Лесты, ну, просто не нужны. Я стараюсь опираться на логику. Я не вижу в этом смысла. Я не понимаю, то есть, зачем это вообще делать. И я считаю, что, скорее всего, да, я уверен даже в том, что ботов сейчас нет. По крайней мере, ну, если не считать ботов на первых, вторых, там, уровнях, третьих, по-моему, еще. Вот такие дела, друзья. Я надеюсь, что я подробно вам объяснил свою позицию. Да, мы сегодня отталкивались от логики. Но, понимаете, мы не можем с вами проверить. То есть, к сожалению, ну, кто нам разрешит, там, покопаться в этих серверах? Мы можем только отталкиваться от здравого смысла. И если пытаться от него оттолкнуться, вы видите, что получается все довольно однозначно. Это мое мнение. Я никому его не навязываю. Вот. Если вы не согласны, пишите в комментариях, почему я этот ролик записал. Именно потому, что вижу интерес к этой теме с вашей стороны. Если, мало ли, разработчики посмотрят, я надеюсь, что мне там никакие страйки не прилетят. Потому что, ну, я просто высказал свое мнение. И, как бы, ну, повторюсь, не пропагандирую ничего. Ни в коем случае я за нормальную, честную игру считаю, что все люди, кто играют в танки, должны играть без запрещенных модов, без ботов. Иначе просто это получается какая-то ересь, а не игра. Это мое мнение. На этом на сегодня все. Обязательно, друзья, еще раз поддержите ролик лайками, подпишитесь в комментариях, напишите свое мнение и заглядывайте в телеграм. Всем до скорого и всем пока!